Мы, друзья, беседуем со Светланой и восстанавливаем ту часть нашей истории миграции, когда практические действия начались. Расскажи, Света, о том, как начались практические действия. Ну, собственно, действий-то не было никаких. Уехали мои родители, и никаких перспектив нам уехать не было. И мы, собственно, жили, как жили, как могли, так и жили. Отправляли им посылки. Они в это время сидели в Италии, у них были отказы. И на самом деле им было очень тяжело выживать там материально, потому что посуды, которые им давали на прокормление, хотели только на оплату квартиры. И, в общем, мы получали письма от них, что им там в Италии, в общем-то, было не сладко. Вот, и вдруг какой-то день Миша приходит и говорит, что он встретил нашего сокурсника, и что тот завтра идет в посольство и получает статус беженца. Это было вообще что-то такое непонятное вообще, какой статус беженца, какое посольство, какое что-то, потому что до этого момента все, кто уезжал, они уезжали по израильским визам, а дальше уже в Австрии сообщали, что они хотят ехать в Америку, и через Италию они все туда уезжали. Они получали статус беженца в Италии? Да, но во всяком случае они уезжали, якобы они уезжали в Аталию, да? А это было что-то новое, как этот человек получает статус беженца прямо в посольстве, в Москве и все такое прочее. А Миша так сказал мимоходом вообще, ну так вот, вот встретил вот там того-то, он там завтра получает, ну мы завтра с ним вечером созвонились, чтобы точно удостовериться, что он, да, получил статус беженца и все, и как там вообще, и чего дают, и как, чтобы узнать информацию. И я говорю, знаешь чего, давай мы его позовем на ужин, позовем его на ужин и узнаем все подробности. И вот они с супругой к нам пришли на ужин, это наши старые друзья, мы с ними, в общем-то, довольно часто встречаемся, у нас дети по годке. Вот, и он нам рассказал, что начинается какого-то момента в американском посольстве принимают так называемые анкеты, которые их раздают в какой-то день, и их потом туда принимают, и когда ты уже пришел подавать эту анкету, то, в общем, ее забираете, выдают номер. Дальше ничего не было известно. А потом тебя по этому номеру вызывают, какой-то процесс идет. А еще он сказал очень интересную вещь, что по средам посольство закрыто, официально, да, то есть на двери написано, что оно закрыто. На самом деле оно не закрыто, и на самом деле оно работает, но просто поскольку никто об этом не знает, то людей там мало. Я говорю, все, Миша, утром мы едем брать эти анкеты. И он с вечера, Миша, согласился, так, ну, в общем, настроение, все за столом, вот, смотри, хорошее, человек получил статус, все замечательно. И с вечера мы договорились, что мы встаем в 6 утра, потому что встать нужно рано, там же очередь, там же толпа стоит, все, нам все рассказали. И утром в 6 утра я его, значит, это, бужу и говорю, все, вставай, а он мне говорит, давай, может, не пойдем. Это вообще как-то не пойдем, потому что мы уже идем. Мы уже идем, и все, я уже встала, в общем, все, собралась, мы уже идем. Ну, в общем, короче говоря, все-таки он тоже поднялся, я поняла, что тут шутки плохие, надо ехать. Никуда не денешься. Вот, приехали мы в посольство, там толпа невероятная, если вы когда-нибудь были возле этого американского посольства в Москве, то вы знаете, что там есть сначала ворота, где стоят вообще-то стражи, да, но в этот день ворота были открыты, стража пускала всех во двор, и весь двор был запружен людьми, то есть там некуда было прыгнуть, как все люди в бочки. И все шу-шу-шу-шу, причем там были не только люди из Москвы, приехали с всего бывшего Советского Союза, они приехали, шу-шу-шу, что, как, анкеты, шметы и так далее, все, значит, стоят, все на нервах, потому что никто толком ничего не знает. То есть была толпа людей, которые, в принципе, были в курсе. Они были в курсе, но никто толком ничего не знал. И вот, значит, в какой-то момент, 12 часов дня, выходит из посольства какой-то уже сотрудник посольства и начинает делать буквально, ну, я не хочу сказать, что он разбрасывал это как деньги, вот так вот, да, но он вынимал пачку анкеты, к нему все подскатывали эти анкеты, все на него из рук выхватывали. И те, кто выхватил эти анкеты, они стояли и думали, что же делать дальше. Ну, вот прошло это время, значит, он достаточно много этих анкет вытащил, и все расхватали эти анкеты, и встал вопрос, что же делать дальше. А как их обратно-то туда отправить? Никаких ящиков не было, ничего не было в то время. Вот у тебя бумажка в руках, ты можешь все заполнить, а дальше ничего не известно. А народы еще приезжие, они, может быть, специально приехали ради этой цели, чтобы взять эти анкеты. И теперь им нужно эти анкеты туда-обратно запулить. Стали это как-то обозначаться тысячники и сотенные. То есть... Они начали номера присваиваться. Народ стал самоорганизовываться. Вообще, это был очень интересный процесс, вот эта самоорганизация толпы, нечто такое структурированное, да. Кто-то стал переписывать всех по фамилиям, проставлялись номера телефонов. Те, которые живут в Москве, они обозначались сотенными или тысячниками. Сотниками. Да. И они, ну мы вот оказались тоже такими сотниками, которые должны все-таки держать руку на пульсе и выяснять, а когда же можно туда вообще попасть. То есть, сотник это был человек, которому можно позвонить из другого места, и он скажет, что с очереди. Да, и он скажет, что с очереди. Это был человеком приема, но в день принимали 100 анкет. Я не помню про 100 анкет, не знаю, не помню про это. Я знаю, что для того, чтобы их сдать, нужно было физически попасть в посольство. А вот это было непонятно совершенно. То есть, значит, на анкетах были написаны какие-то номера, на анкетах были напечатаны эти номера. Но и дальше типа говорили, что вот по этим номерам будут когда-то вызывать. Собственно, вот задача этих сотенных людей состояла в том, чтобы понять, когда твой номер будут запускать туда, и пройти по этому номеру, который у тебя напечатан на анкете. Я так понимаю. Вот, но этот наш приятель-то нам сказал секретик, про который никто не знал, что в среду посольство открыто, все думали, что закрыто. Поэтому, а это был вторник. Вот в понедельник мы нас встретили, во вторник мы вечером, в понедельник мы собрались, а в среду утром, то есть на следующий день, конечно, я в этот день не заполняла вообще ничего в этих анкетах, я просто взяла их с собой в папку, взяла с собой словарь для того, чтобы можно было перевести, в случае чего, если я не пойму, что там написано. С ангелиском был. На ангелиском, естественно, да. А все это взяла в папку, все это взяла в сумку и почесала к этому посольству. В 12 часам дня мне сказали, что в 12 она открывается. Я хочу уточнить, что это было где-то в середине июля месяца. Это было 17 июля. А вот даже так, 17 июля 1989 года. Да, да. По-моему, на этот момент моим родителям уже дали разрешение на въезд, и, наверное, в это время они уже находились в США. То есть благополучно они уже выехали из Италии и попали в США. Значит, я подхожу к посольству и вижу, а посольство открывается в 12, то есть до 12 там стоит на улице какая-то неорганизованная толпа. Я приближаюсь к посольству, я же знаю, что меня должны пропустить внутрь туда, потому что у меня же анкеты есть. И я просто на ходу вижу, что хвост этой очереди заходит в посольство, а стоит еще какая-то неорганизованная толпа. Но я понимаю, что мне же положено, и я на ходу вынимаю из сумки эти анкеты, ну, как бы, чтобы им показать, что они вообще с улицы, а с бумажками, да, вынимаю на ходу эти анкеты и прохожу мимо... Милиции. Милиции. И в этот момент там из толпы, из неорганизованной толпы, кто-то меня окликает по имени. То есть там был вчерашний человек, который меня узнал, который знал мое имя, и вот этот страж порядка, милиционер, в этот момент оборачивается, и я пролетаю в посольство. То есть как я туда пролетела, это, дам Богу, известно, у меня было такое ощущение, что меня какая-то сила туда пронесла, потому что когда я уже туда влетела, ну, естественно, у меня сердце бешено колотится, вообще все внутри трясется, когда я немножко отдышалась и стала так смотреть по сторонам, что происходит, оказалось, что это совсем не та очередь была, это были люди, которые уезжали по гостевой визе, их вот в организованном порядке туда запускали, а я влетела совершенно по другим... И нарушив организованный порядок. Да. И оказалось, что вот эти анкеты, которые мне нужны, будут принимать только в 5 часов вечера, а было в 12 часов дня. И мне нужно было понять, что мне, собственно, делать. Я сказала, нет, я отсюда не выйду, я уже на американской территории, меня можно отсюда вынести только, я сама отсюда не уйду. Буду сидеть до последнего, пока не сдам эти анкеты. У меня не было ни кладчика, ни еды, ничего вообще с собой не было. Может, я там что-то с утра перехватила, я не знаю, но я была настолько напряжена в нервном состоянии, что мне было ни до чего. Даже попить ничего не было. Вообще сидела там весь день и ждала вот этих 5 часов. Но за это время я там пристроилась где-то, взяла свой этот... Словарь. Словарь. Да, и заполнила всю эту анкету в меру своего понимания. У меня была ручка, у меня все с собой было. Вот. И приближая все время к 5 часам, я вижу, что начинают запускать уже ту очередь, которая мне нужна. А знаете, в Америке, я не знаю, может, сейчас в России то же самое, но в Америке для того, чтобы эти очереди все синстематизировать, они дают каждому номерочек. Вот прямо на входе. И здесь даже в каждом магазине, вот ты, например, приходишь, там мясо покупать, да, там есть такая машинка, которая дает номерочки. И все отрывают номерочки, а потом на табло светится, какой номер запускается, да. И о, ужас, я там сижу с 12 дня и вижу, что люди заходят в 5 часов вечера, и они с номерочками, а я сижу без номерочка. И мне, чтобы взять номерочек, нужно выйти из этого посольства и пройти через проходную и получить этот номерочек. Я очень так боялась, что меня в этот момент схватят и куда-нибудь увезут. Вот. И подумала, что я все вещи, деньги, документы, все-все оставлю в посольстве на всякий случай. Ну, все-таки хоть как-то одной ногой вот уже на американской территории. Вот. Поэтому я все оставила совершенно без вещей. Я вышла в проходную. А там такая стеклянная загородочка, где сидит девочка такая вот и выдает всем эти талончики. Ну, я подхожу к этой милой девушке и говорю, знаете, как я, не знаю, я сюда как-то попала, вот талончика меня лишили. И она глазом не моргнула, ничего не сказала, каким образом вы сюда попали, что вы тут делаете там. Все, вообще ни одного вопроса не было спрошено. Она мне берет, отрывает талончик и дает, и я с этим талончиком прохожу вовнутрь. Талончик у меня был номер 25. То есть я, пока я прочухалась, уже 25 человек прошли впереди меня, но это было не смертельно совершенно, да, то есть я все равно начала учебник. Я села спиной, значит, вот сзади у меня было окошко, где принимают эти анкеты. Я села в самом первом ряду спиной туда и стала слушать, что они там говорят, какие вопросы задают. В этот момент там было много очень армян, и очень интересно, что они задавали армянам один вопрос, откуда ты. То есть если это были армяне из Баку, то у них принимали анкеты без разговора, если бы это были армяне из Еревана, вообще даже разговора нет, ничего они не принимали. То есть была сразу уже селекция. Я там наслушалась, сижу, заготавливаю какую-то историю свою в соответствии с анкетами, со своими делами какими-то, и 25-й номер подходит через какое-то время. Я подхожу к окошку, толкаю заготовленную речь, мне никто ни о чем не спрашивает. И у меня на анкете был напечатан вот этот номер, а номер, я не помню его целиком, но он был 17 тысяч какой-то. То есть вот от начала момента раздачи этих анкет, да, это был номер 17 тысяч сколько-то. Много лет спустя в Америку приезжали люди, у которых анкеты были номера там 100 тысяч, 200 тысяч, а мы были 17 тысяч. То есть это буквально в масштабах вот всего этого мероприятия, это вообще не что, это самое начало. У меня забрали эту анкету, дали мне там талончик, что у меня ее забрали, и все. Что делать дальше неизвестно, вот, и я пошла домой себе. Вот, и стали мы ждать, ждать, ждать. И прошло, значит, это был, значит, подали мы это в июле, а где-то в сентябре, в октябре пришла бумага, что на какое-то 19 марта у нас назначены... Мы забирали вот все эти бумажки, и когда мы все собрали, последняя бумажка, это был документ из АВИРа, то, что нам разрешается выездить. Это просто паспорт там давали? Паспорт. А для того, чтобы попасть в АВИР, еще одна из бумажек, нужно было получить разрешение от мишаных родителей. Да. Это родители уехали уже, и мы написали, что они уже там уехали, они уже в Америке, все, а мишаные родители не уехали. Причем, мишан папа, ну, он вообще служил в армии, и был... Как бы в органах. Он был уже в органах, но он на пенсии был, то есть как бы ему, в общем, ничего не грозило. Но поскольку в России вообще люди были запуганы, да, они боялись, что если они что-то сделают, то как бы им потом чего не вышло, да. И папа очень переживал, и ему мы, собственно, вообще ничего не говорили. Но мишана мама была в курсе, что мои родители уехали, и она как бы даже не возражала, и она как бы даже говорила, что папа тоже подпишет нам бумаги. Но в тот момент, когда мы им сказали, что уже нужно подписывать, папа настолько разпереживался, что его забрали сердечным приступом в больницу. Можно я уточню, Света? Дело в том, что не то, чтобы от них требовалось разрешение, в виде я разрешаю сыну уехать там за границу, а был такой закон о том, что дети обязаны содержать родителей на старости. У него пенсия была больше, чем моя зарплата, но он должен был написать бумажку, что не имеет материальных претензий. Ну, это как граница что? Важно, что он должен был от себя отступиться и написать какую-то бумажку, что вот он не возражает. По материальным соображениям, по политическому, не важно. Люди тогда боялись. И основной аргумент, и не забывайте, это был уже 90-й год, у него был аргумент такой, что у меня заберут военную пенсию, а это пенсия, это было все. То есть это по тем временам, это были очень большие деньги. Исключит из партии, заберут пенсию. Исключит из партии, заберут. И вы понимаете, насколько вообще люди были забиты, запуганы и все такое прочее. Я уточню, Свет, раньше, но за сколько-то лет до этого, действительно исключали из партии те, кто подписывал такие бумаги. А мало того, вот наш приятель, который уезжал пару лет, нет, не пару, 10 лет, за 10 лет до нас, как раз он попал в эту полосу отказа, когда его там 2 или 3 года не выпускали, и он не мог на работу никуда устроиться. То есть эти люди, они работали где-то в топках, где-то там кидали уголь, или что-то такое. И стопниками. И стопниками, потому что их на работу никуда не брали. Это был факт реальности. То есть людям нужно перекантоваться, им нужно пережить это такое смутное время, а денег нету. Родной брат работает в жутком ящике. И там, где занимаются космические технологии. Да, в общем, родители переживали больше как бы не о том, что мы уедем, и нам будет хорошо, а они переживали о том, что они останутся, и им будет плохо. Ну, в общем-то, это естественные переживания нормальных людей. И папа настолько распоряжался, что его забрали в больницу. И когда его забрали в больницу, Миша говорит, все, кранты, его беспокоить нельзя. И он ничего не подпишет. Но мы не можем тоже, знаете, у человека сердечный приступ, он так переживает, чтобы просто его грузить, вот сказать, ножом в голову, у него как бы инфаркт. Ну, потом сказать, что это не инфаркт, не важно, приступ сердечный. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно было все равно взять эту бумагу. И я стала обзванивать нотариальные конторы, пытаясь договориться с каким-то нотариусом, который может просто за него подписать эту бумагу. Ну, да, просто... Договориться? Договориться, да. Мне сказали, что они рискуют свои места. В общем, никто не соглашался. Короче говоря, я буквально в нашей нотариальной конторе, а не по месту жительства, нашла молоденькую девочку, она только-только там закончила институт. Я ей сказала, что нам нужно поехать к родителям и домой, потому что они нетранспортабельны сами. И потом, может быть, заехать к папе в больницу и подписать вот эту вот бумагу в ее присутствии, потому что она должна была заверить это все. И это стоило совершенно какие-то смешные, какие-то государственные эфи, то есть там не было никаких нельзя, так ничего. И мы договорились с нашим приятелем, который нас должен был отвезти на машину. То есть она просто или мы за ней в контору заезжали, или она к нам домой приехала, потому что это было все локально очень... В общем, мы сели в машину, Миша говорит, а что, ты же понимаешь, что папа ничего не подпишется, мы не можем к нему в больницу ехать. Но у меня где-то было такое ощущение, что он не придется этого делать. Это ощущение у меня было как-то вот само по себе. Это вот из той оперы, когда вещи какие-то ты чувствуешь, что они вот так произойдут, так должно произойти. И оно именно так. То есть речь шла о чем? Когда человек находится в больнице, то может подписать другой человек за него в присутствии нотариуса. Не, не так ты все говоришь. Послушайте, да. Что может подписать... Не так ты все говоришь. Говори, ты. Не так. Не то, что может. Ничего подобного. То есть этой девушке я сказала на голубом глазу, что мы поедем в больницу, она не может заочно подписывать. Нет, не заочно, а в присутствии. В присутствии. То есть ей должен человек сказать, да, я не возражаю, тогда она уже может подписать или он сам подпишет. Но это должно быть его присутствие, поэтому речь шла о том, что она должна поехать в больницу. Значит, мы для начала поехали к Мишиным родителям домой. И подписали это все у мамы. Она как бы не возражала. Значит, там присутствовали, мы с Михаилом присутствовали, вот эта девушка-нотариус, и этот наш приятель, который нас на машине привез, Мишина мама. Мишина мама подписала бумаги, очень растрогалась, она подумала, что сейчас нужно будет ехать к папе в больницу, а папа очень эмоционально это все переживает, и ему плохо, и как это все произойдет, и она до того себя накрутила, что она стала плакать. Она стала плакать, и говорить, вот, надо в больницу ехать, а девушка говорит, что сейчас угробить его. сейчас угробить его, а эта девушка говорит, ну, он не возражает? Мы говорим, конечно, он не возражает. Говорим, она говорит, ну, так что за вопрос, вот у нас есть свидетель, показывает на нашего приятеля, который нас привез, пусть он подпишет за него, а я, значит, нотариально заверю. Это был шок, то есть я где-то ожидала, что так и будет, но, во-первых, я ей не намекала, я ее не просила, она сделала это сама, вот таким, знаете, широким жестом, то есть мы никуда не поехали, все подписали на месте, дома, и когда мы выходили, я хотела ей дать денег за это, и она не взяла. То есть вообще, я говорю, это все произошло на уровне нереального, то есть, наверное, какие-то высшие силы очень хотели, чтобы мы уехали, потому что и мой вот проход в посольство, и вот это получение разрешения на выезд, это какие-то вещи не совсем реальные, да, не совсем такие, которые вот можно объяснить естественным стечением обстоятельств. Вот, но, тем не менее, все случилось, как случилось, бумаги все были подписаны, и дальше начинается следующая эпопея, которая связана с приобретением билетов, с обменом денег и с получением паспорта в авиире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова